Добрый день, Евгений Иванович, будьте добры. Здравствуйте, Евгений Иванович. Добрый день, 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 Евгений Иванович. а базовое обучение перевести в университет, которые работают с нами, таких возрастов много достаточно. Некоторые имеют по 5, по 10 системы самотрона. Но мы должны обобщать этот опыт, помогать учебным центрам уже в регионах и так далее. Третья обучение, 486, компьютеры, пенсиумы, лоттеры, если необходимо. Вообще хорошая атмосфера, мне кажется, ученики здесь работают с удовольствием. Они там даем, декомплексная подготовка от нуля, начиная с нуля. Они еще приезжают, они, по сути дела, не знают систему, я так понимаю, да? Только они с ней здесь работаются. Значит, приезжают даже те, кто, бывает, и не знают компьютера, и даже компьютера. Но, в общем-то, это уже становится реже и реже. А уезжают уже, я так понимаю, должны нормально работать. Они в диплом есть, они должны... Наша методика, да, и одну неделю с нами они проводят, и потом 3-4 недели, 2-3 даже недели, так, в хорошей консультации люди начинают работать и делают либо управляющую программу, либо чертируют то, что нужно. Ну, это и везли, и там все делается, как-то. Понятно. Ну, в общем, центр достаточно популярный. У нас, так сказать, где-то недели на 3-4 всегда вперед уже план обучения сформировал. Ясно. Спасибо, Михаил Иванович. Спасибо, да. Давайте посмотрим вечерку. Я вам хочу представить. Михаил Борисович, инженер Санкт-Петербурска представительца. Перевьюсь, Волчинка, представитель фирмы «Симатрон», но вырос он и «Пепетроли». Большие события, он впервые на нашей территории будет выступать как представитель фирмы «Симатрон». То есть идет подготовка семинаров. Семинар пользователей, наше годовое событие. Ну, а так, в этой комнате ее назначение, значит, проводить небольшие семинары для одного предприятия. Там 10-15 человек специализированные семинары. Это как просто второе помещение, то, что это подготовки, как тоже здесь проходят. Да она как-то делится, подготовка у вас. Я знаю, что у вас там появилось новое направление, потому что было управление каткам. Машиностроение, сейчас появилось новое направление, да? На 3 этажах. Она, это 1 этаж. А это все машиностроение. Нет, ну, у нас структура такая, значит, общие отделы. Отдел маркетинга, отдел рекламы, отдел рекламы, отдел документации, технические отделы. Они поддерживают все направления. Все направления, да. Ну, а уже и группа специализируется. Понятно. То есть, вот если нужен большой семинар, как вот сейчас мы проводим, мы просим наших коллег, кто им еще отдать нам в зал или один из университетов в процессе работы. Так что приглашайте в свои коллеги сюда, в этот зал. Обязательно. Спасибо. 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 Это отсюда начинается, Депетрон. Культ управления нашей организацией. Депетрон, да. В принципе, Светлана, наши хозяйки, ее помощники Вера и Яна. Девчонки являются высокопрофессиональными специалистами, да, и сами работают на компьютерах, я так понимаю, да, осуществляют связь, по-видимому, да. У нас наша страна большая, и очень много, конечно, связи и с другими государствами, и с нагрузкой большая на центр, очень большая переписка, ну и 50 заводов-пользователей, и более 50, они, конечно, с нами всегда в контакте, поэтому... Ну, я чувствую, что это приезд уже достаточно большой, не с тем, что это было в самом начале. Ну, а когда в самом начале? В 2002 году? Да, тогда у нас было всего несколько человек. Мы с Вами Ивановичем давно занимаемся этими делами, мы с ним старые друзья, как говорится. начинали с Дома пропаганды и вообще-то проводили по станкам щепу, когда-то я семинар организовывал и был представителем секции станков щепу в Ленинградском доме пропаганды но это было раньше, сейчас форма меняется все, конечно, и правильно так оно и должно быть в этой комнате здесь готовится предложение для предприятий значит ведутся переговоры подготовка контракта убеждения поддерживать связь с регионами особенно с нашими центрами в Сибири, Пермь, Узбас Ташкент, Средняя Азия Европейская часть с нами освоена, так считаем мы двигаемся дальше на восток ну так традиционно спасибо вот это старейшее когда возникает старейшее старейшее это как бухгалтерия это самое главное это секция если там был центр управления то это секция то это секция или кошелек ну секция с кошельком вместе значит сейчас мы с вами прошли отделы главного офиса как вы знаете у нас главный офис и сеть региональных центров представительств вот географически вот с этим центром на самом деле это отдельный элемент на что-то для Алексея Борисовича директора Ленинградского Санкт-Петербургского регионального центра мы знакомы Александр Ильич Троянко на его ответственности все пользователи в нашем регионе значит он должен постоянно обеспечить гарантийное обслуживание давать им новые решения новые технологии вместе с ними развиваться здесь я думаю десятки предприятий здесь у нас уже да я знаю у вас здесь обрасли да можно посмотреть это то что вы делаете на конкретных предприятиях обрасли той продукции которые получаются и медом поэтилами и под этим обработки на стандартчик здесь интересная подборка фотографий вот здесь у нас наш московский директор Леонид Торонович Синькис и Леонид Ильич которым мы были президентом вместе двух Виктор Константинович да мы знакомы да там не пластит ничего видно хорошо то что оно будет там в свет значит это фотография с одной из наших последних выставок двигателя 96 в Москве очень солидная выставка двигатель строения страны было представлено очень сильно в том что и руководители с этим руководителем вместе работали в ГИО у нас было 5 человек да это было достаточно давно да с Виктор Константинович а очень интересная фотография фотография осталась после визита в Самару президента Симатрона мы не Юли Леонид Ильич как мы узнали видите Симатрон на двигателе то есть в Самаре система признана там много рабочих мест по технологической цепочке и КБ и производстве ну и так далее а это то что оставляют наши пользователи как видите он вооружен хорошо материалами рекламными техническими и и представителем Пану Владимировна Паня Рафенова переводчик наш первый я слышал тоже конечно как жизнь конечно я понимаю сейчас помогает нам тоже готовиться к семинару но сейчас все так скажем люди ориентированы на это главное событие наше зависимо от того у вас семинары примерно с какой частотой происходит примерно раза два три наверное год да такого семинара значит каждый месяц мы должны проводить какое-то крупное мероприятие у нас такое это либо выставка типа Транстек типа Виновико и один крупный семинар в этом регионе значит в Санкт-Петербурге мы стараемся делать такие уже специализированные семинары по новым технологиям например на осень запланированный семинар по EDM-PDM такие новые понятия но это АСУ СТПП из этой серии значит по системам по технологиям быстрого там моделирования пресс-фор планированный семинар и так далее то есть каждый месяц они как-то специализированные такие уже вот у каждой каткам-системы критерий это формула-1 то есть показатель на сематроне тоже сделана одна из машин ясно для какой фирмы это? это команда это команда Минарти да, Алексей? команда Минарти да, это это очень интересно вы эти узнаете? ну конечно это чьё что произошло? металлический завод похоже на металлическое завод а это или Самара или Казань это завод Климова завод Климова да? завод Климова ну она такая же на полетарском заводе очень похожая вот они её хотят именно у типа такого что-то обрабатывать я недавно с главным жилем производил собирается вот это интересный проект на МИ интересно тем что значит во всей цепочке применялась наша система начиная от натурной модели когда на предварительной машине были сняты поверхности точки и так далее и так далее а потом на координатах потом уже началось моделирование в Сематроне по поверенностям моделирование оснастки её изготовления и производства этот проект значит такой прогулочный вариант автомобиля он продан в одну из стран делал её в Москве то есть реальная работа и вот я вижу по квакатам Алексея Борисовича так сказать он сейчас с Семографией начинает более сильно работать поскольку русский самоцвет приобрели Семография это это специализированная катка для такого объёмного гривирования она может работать вместе с Сематроном отдельно различные шкалы панели брельефы медали гривные изделия и так далее ну в общем для гривирования объёмная обработка объёмная обработка значит есть ряд предприятий которые очень заинтересованы в наличии таких систем в частности монетный двор часто стал посещать он может быть одни приобретут эту систему я по крайней мере этого хотим и убеждаю и в том что это даст нам новые какие-то преимущества вот ну и так далее спасибо 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 большое спасибо спасибо по 100 никого Владимир Владимирович да я смотрю у вас и я смотрю у вас и помещение это какой-то из старого фонда но вы его приводите постепенно в порядок да? да каждый квартал есть есть такой план по скажем реконструкции реставрации улучшению потому что в общем торгует очень много здесь мы были уже заходили да здесь мы были без камня старого фонда посмотрим еще на секундочку да старый знакомый тоже самочек попов да 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 а здесь у вас что? угла здесь я считаю это очень интеллектуальная такая наша пункт номер 5 скажется да? я не знаю пункт номер 5 значит проблема адаптации систем уже комплекту нужного предприятия новые разработки такие это сливые специальные решения эти проблемы эти проблемы очень серьезные кстати да ваш советник Александр он занимался активно в последние месяцы я знаю судостроительными организациями в разработке разведки по фронтированию кривизрумов Андрей Батайев привязывает системы к нашему стандартному КИСК и также он разработчик системы с того есть я считаю что это хорошо так сказать освещена компьютерами значит конечно есть сотрудников есть уже как бы своя такая структура да конечно конкретные там решения отряды тоже конкретных каких-то знаний консультации и опыты призыва слова ясно ну вот очень много скажем ну про рабочую станцию мы сейчас тоже вывозим видео на выставку ну вот здесь все рабочие станции в основном здесь у вас еще есть конференц-зал или как вам конференц-зал у нас будет на третьем этаже он еще по крайней мере будет не готов тогда теперь у нас в этом окружается спасибо а март и все же работают подряд подряд восьмиде техническое обеспечение период тоже очень много работы я считаю это ответственность за функционирование наши наши в области с региональных центров и матрица на счастье в продаже уже в обслуживании покупателей понятно я смотрю здесь в основном хорошо тогда я перезвоню и у студентов и да еще и наверное и украинских студентов я был студентом потом Сергей Юрьевич студентом литмов потом нас а Кирилл и Алексей заканчивали заканчиваем в один год может даже в одной группе Да, мы представим здесь хорошо, но не только литературный, технический. Вот еще одна интереса, я вам расскажу, как наш конкурс здесь конкурс. Друзья мои. Здравствуйте. Это новое направление в работе нашей фирмы. Это электротехническая продукция фирмы «Райхл». Технологии. Это тоже техническая обеспечения. Вадим Викторович Кокотков, теория по маркетингу этого направления. Я не знаю, Вадим, несколько слов. Спасибо. Да, да, знакомый. Значит, «Райхл» — это наша компонент, которая в свое время в 2017 году открыл эффект традиционной модификации пластика. Главное, что дает традиционную модификацию — это два эффекта. Это более устойчивый к механическим и химическим нагрузкам пластик. В результате можно получить провод и кабель вместо такого пачка, обычного провода. Вот так. Понятно. Вес, размер, устойчивость к химически активным средам, температура, то есть устойчивость ко всем физическим факторам власти. Второй эффект, который достигается в моем случае — это эффект памяти формы. Вот, можно ли? Да, это новое направление, довольно-таки известное. Да, в растянутом виде. Да, понял я уже. После того, как она нагрета, она садится... Это за счет покрытия, я так понимаю, все-таки, да? Нет, нет. Идет отливка. Ну, это какой материал? Пластиковый, да? Пластиковый. То есть, материалов очень много. Пластик, он облучается, прогревает, разогревается до мягкого состояния, растягивается. После этого, в растянутом виде, так он может лежать сколько угодно на складе, и после того, как он снова будет нагреть, он усядет до своей оригинальной формы. Понятно. За счет этого, собственно, технологии, это связано и с кабельным хозяйством, которое ориентируется на продукцию, которая, ну, требует того, чтобы кабель стоял в каких-то особых условиях. Спасибо. Выключите секунду. Да. Мы, Александрич, переместились мы на третий этаж. Да. По другое направление. Ну, активное проектирование, но в архитектуре, строительстве, здании. Свет включить можно? Да. Свет тоже включить. Понятно. Свет в другую направлению? Да. Да. Здесь у нас, наверное, кабинет Морис Арк. Да, вот. Сейчас она уехала на выставку Графикон. Частично принимаем участие. Ясно. Это система Арк, да? Арк Плюс. Одна из лучших мильевых систем. Очень популярная. Это продукт... Арк, да. Сематрон, это другая фирма. А центр фумарки, чем готовится? Арк, да. А, это не правильно. Понятно. Арк, да. Арк, да. Здравствуйте. Вот. Потом, оба, предлагаем. Арк. Арк. Сейчас. Впишение отража. Преподавайте точность данных. Впишение расстроительного института. Поскольку университет подписал контракт на пять систем для обудрения учебных процессов. Един Малыча преподавателей, чтобы с первого сентября начать уже учебный процесс на этой системе. Обязательно надо работать с университетами и по сентябряной системе. Потому что проблема подготовки персонала в классах она всегда. Впишение. Ну вот еще одно. Впишение. Впишение. Вы пока еще, я так понимаю, обживаете, да? Ну вот, обживаем. Это вот отдел документации, отдел рекламы. Алексей Юрчанов возглавляет это направление. Значит, большая проблема, конечно, большие затраты у нас на подготовку русской документации для нашей системы. Но это необходимо. Не все, как говорится, знают английский язык. И то, что есть документация на русском языке, ускоряет внедрение системы. Олегчает работу и так далее. Вот обеспечение выставок материалами. Это у вас новое направление, оно еще и пока развивающееся. Потому что, ну, я смотрю уже, тем не менее, уже все на таком и солидном уровне. Собиваете. Документация. Не знаю, есть ли здесь пример. Документация на русском языке. Вот одна из последних томов обработка числовой программой управления. То есть это уже на русский язык переведено? Да, вот видите, на русский язык. Намного проще. Да, причем мы оставляем в документации как... И английский, да. ...команду на английском языке, так и на русском. Потому что есть возможность и работать на русском языке. То есть переключить этот интерфейс на русский язык. Ну, как правило, все работают на русском. Я знаю, да, что наши многие общие пользователи, они к английскому привыкают. И даже лучше работают на английском языке, чем на русском языке. А это уже своего рода таким международным стандартом становится у проектов. Поэтому... Совершенно верно. Ну, начать бывает полезно с русского языка, да. Чтобы отличиться, да. Вот, очень для нас важная, так сказать, эта комната. Ну, это я так делаю. Да. Ну, вот я знаю. В общем-то... Пока есть... Да? Да. Да. Да.